здравствуйте здравствуйте господа и сегодня достаточно нудное видео как по старинке раз в полгода плюс минус выходит обзор вентиляторов обзор он как бы сегодня не не с точки зрения сравнения вентиляторов просто интересные новые модели давайте по порядку fk120 мы его тестили но просто ради того чтобы вспомнить моделька достаточно актуально не появилась еще у дипкула новых моделей поэтому fk120 пускай будет сегодня в тесте ft12 slim к новая она по-моему тоже тестилась мной в обзоре на кулеры там n600 на n600 она стоит и сегодня отдельно и погоняем также чтобы она не потерялась следующий и очень интересный наверное один из тех вертушек из-за чего я сделал вот этот сегодняшний тест это вот эта вертушка f5 r120 от писи кулер дизайн очень похож на кулер мастер по моему кулер мастера даже такая же моделька есть это под давление вертушка у нее 2200 оборотов она с 3 с 3 в 3 в 3 режимах работает и по цене очень привлекательная по моему 1000 1200 или 1600 она стоит следующий вот это унифан ленли унифан p28 убийца большинство возможно всех вентиляторов со статичным давлением очень мощная для своих оборотов очень тихая будем тестить и решим насколько же она хороша но я уже ее тестил по правде в telegram канале кто подписан тот знает и кому надо те уже купили и и правда она стоит дороже всех по моему 2200 рублей следующий big white pure wings новенькая моделька не конкурент вентилятором со статичным давлением просто тихая комплектная вертушка 1200 рублей по моему термал рай тель b12 это ну просто победитель прошлых тестов он должен был здесь оказаться пускай будет фантекс м25 тоже очень интересная вертушка вспомним его показатели пента с наверно самый дешевый вентилятор самого хорошего качества но очень шумный есть версия 3000 вот это 3000 есть версия 2400 оборотов следующая очень интересная моделька это комплект вертушек термал райд тл с 12 за 1700 рублей я его брал на озоне за 1500 по моему там где-то плюс-минус можно взять на алиэкспрессе вертушки очень интересные красивые внешне дуют для своих денег хорошо и тихие ленли sl 120 в 2 ничего не знаю про эти вертушки залман тоже непонятная вертушка за м а в 120 модель называется аргб и единственное чем почему я захотел его потестить это из-за формы лопастей похоже формула постей было на кулер мастерку это фантекс d30 аргб вертушка не помню тестил или нет она бывает с реверсными лопастями бывает обычная фантекс т30 и и мы однозначно тестили по моему и это фантекс и это они 30 миллиметров по толщине то есть толще чем все остальные вентиляторы обычный вентилятор по толщине 25 миллиметров у него тоже три режима работы стоит он в районе 2000 примерно как ленли вот которую я показывал которая достойная модель к но он шумнее ленли унифан тл 120 унифан сл инф 120 и вот такая геометрик модель 250 3b вроде все сегодня будем их тестить и тестить будем их вот так я выписал значит максимальный поток с шумом какой максимальный поток и какой при этом шуму вентилятора затем зафиксирует 1500 оборотов на всех вентиляторах и будем мерить шум затем зафиксирую шум и будем мерить какой при фиксированном шуме поток у всех вентиляторов посмотрим подсветку каких-то и скорее всего померяем через радиатор через кулер у меня только кулер есть к сожалению вот в идеале конечно через какую-то водянку но есть только кулер тестировать будем через вот такой вот стендик старинке сюда будет устанавливаться вертушечка я буду замерять максимальная максимальный поток здесь будет стоять вот здесь шумомер и все шумомер он будет показывать числовое значение шума а сам шум вы будете слушать через вот такую вот рекордер таскам dr07 x очень чувствительный микрофон поэтому все что нужно через него вы услышите регулировать напряжение буду через такой блочок самодельный на 4 пин он его можно регулировать от 3 до 12 вольт и вот такой вот анимометр для измерения потока скорости измерять будем метра в секунду скорее всего вот эти все замеры будут без моих комментариев каких-то случаях я буду что-то говорить но так вы просто будете видеть вентилятор показатели и слышать его шум все тайм-коды на каждый вентилятор есть если вас интересует какая-то определенная модель проходите по тайм-коду чекайте конец приятного прослушивания зашел в помещении возьмем значение 42 децибела вот так собственно выглядит замерочное место отдел я ветрозащиту на рекордер и до вентилятора тут примерно 25 сантиметров все смотрим замеры и 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 Продолжение следует... 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 У них тоже хороший поток при минимальном шуме в 43 дБ. Не знаю, имеет ли смысл в биквайте. Ну, как бы, есть, знаете, есть поклонники Noctua, есть поклонники биквайта, так же, как и Noctua, есть поклонники Thermaltake. И наверняка, если человек, который просидел там всю жизнь на биквайтах, он выберет себе вертушку биквайт в случае, если ему надо будет какие-то тихие. И в целом, как бы, он не ошибется, потому что за биквайт, именно за качество, как бы, я лично могу быть уверен, потому что у меня у самого стояли вертушки биквайт, там года, наверное, три, и никаких проблем, никакого шума я от них, ну, как бы, не испытывал. Поэтому с точки зрения качества, да, биквайт имеет место быть, но с точки зрения цена-качества под некоторым вопросом. Ну, учитывая, что вот эти вот Thermalrite набор 1500 на Алике, а здесь за одну вертушку, по-моему, 1100 или 1200 рублей. При правильной настройке, опять же, можно использовать вентилятор Penta PF-P12E. У нас был, напомню, на 3000 оборотов в тесте. У него неплохой поток на 1500 оборотов. И также в бесшумном режиме, в 43 дБ, у него тоже поток неплохой, 3.1. Но использовать эти вентиляторы на максималку, я считаю, бессмысленно, если только вы там не майните или у вас комп стоит вообще в отдельной комнате. По потоку, на самом деле, Phanteks M25 тоже классная модель. Но сейчас, если мы берем в расчет шум, то он один из самых шумных на максимальных оборотах. Один из самых шумных... А, нет, он даже самый шумный на 1500 оборотах. Но, опять же, при этих значениях в 1500 оборотов он и дает максимальный поток. Вот, собственно, он первое место занял в потоке на 1500 оборотов. Говоря про вентилятор PC-Cooler F5, что можно сказать про него? Ну, как бы дует он помощнее своих конкурентов. Это тот же TLB12. Но, я не знаю, я бы его брал в случае только если в самом крайнем, если вам надо прям поток сильнее, мощнее охладить, рассеять в горячий воздух. Потому что вот это, если TLB12 вы, например, используете, ну, или, например, там, FK120, он тоже не намного хуже TLB12. У него 4.1 поток, у этого 4.0 поток. И, опять же, по шуму вот этот даже меньше, чем TLB12. А по потоку всего на 0.1 отличается. Как бы вот так. Но Deepcool, я видел, подорожали. И если раньше там их можно было взять за 600, за 500 рублей, то вот этот стоит сейчас, по-моему, в районе 900 рублей. Слимка у Deepcool тоже, мне показалось, весьма неплохой. Не самый лучший среди слим-вентиляторов. Я, по-моему, в тесте слим-вентиляторов ее использовал. Но она даже лучше себя показала, чем толстая модель вентиляторов. Там, на 25 и на 30. Вот, к примеру, на потоке 1500 оборотов у нее 3.4 поток. К сравнению, у вентилятора, к примеру, вот Geometric, у него поток был 3.0. Он, кстати, тоже оказался весьма неплохим. С потоком в 4.1, как и у TL-B12, он достаточно тихий. В замерах через радиатор, я не помню, говорил или нет, первое место это вот у M25 вертушки, второе место у Slim... Что? У Slim? У Slim второе место по потоку через радиатор. Как-то так. Интересно даже. Потом идет третье место, это Phanteks T30 и TL-S12. И вот еще увидел, у P28 6 лет гарантия. Не знаю, правда ли магазин будет давать такую гарантию. Ну вот. Я надеюсь, что вы не запутались с этими вертушками так, как я. Но если запутались, вы знаете, куда пройти. Вот сюда вот. И я помогу вам подобрать вентилятор именно под ваши нужды. Спасибо, что смотрели. Обнял. И пока.